Всем привет! Мы вместе с вами смотрели уже киногрехи от Долбека на Чарли Шоколадную Фабрику и решили мы посмотреть еще киногрехи от другого обзорщика, которого мы смотрим. Вы уже знаете, наверное, уже догадались, кто это, от Кинокоса. Ну, потому что вы пересчитали название, естественно. Посмотрим его киноляпой. На самом деле ролик был небольшой, значит, наверное, и киноляпов было мало. Погнали посмотрим. Отъезжающие грузовики оставляют следы протекторов на снегу. При смене плана никаких следов нет. В следующем кадре они вновь появляются. А Долбек тоже так говорил. А, да, 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 да. Значительно отличаются от тех, что были в прошлом кадре. А это был сейчас очень старый ролик, скорее всего. Тут именно Грехи искал конкретно киноляпы, походу. А помнишь его более поздние ролики? Он уже ищет логические дыры. В котором живет Чарли, снаружи выглядит в разы меньше, чем изнутри. Емкость с ментолом стоит в нескольких метрах от мистера Бакета. В следующем кадре она почти за его спиной. Я видел Вилли Вонку своими глазами. Я когда-то работал на него. Довольно странно, что дедушка решил рассказать о своей работе на шоколадной фабрике только сейчас. Ну и да, я все время у нее рассказывал. И не знал, мелкий, что дед, дед работал. Вообще, дед, это как бы вообще мой дед. Мне кажется, дед, особенно когда люди в таком возрасте, они очень любят одни и те же истории по 100 миллионов раз затирать. Разговор должен был возникнуть сразу после того, как Чарли решил собрать из колпачков шоколадную фабрику. Отмотанные назад 20 лет нисколько не прибавили молодости деду Лиджо. Когда Вилли Вонка открывает фабрику и поворачивается к репортёрам, прямо за ним находится окно и устройство, сильно напоминающее раструп от патефона. При смене плана за спиной Вонга совсем другая архитектура фабрики. Смачный поцелуй. Ну вот я сейчас слушаю, да, некоторые киногрехи, я вспоминаю, что Долбек тоже похожий на находил, а некоторые новые, между прочим, они разные, разные. У двух пенсионеров во весь экран определенно просто нужно детскому фильму. Да, спасибо. Я помню, как в принципе на детстве ненавидишь, когда знаешь, ты показываешь сцену и поцелуй, как там взрослый смокчется, такой прям лээээ. Ты еще живешь, с родителями сидишь. Целого дворца из шоколада очень прикольное. Только благодаря хрупкости шоколада и отсутствию прочности как таковой, дворец разрушился бы еще на стадии строительства, под действием собственной тяжести. Так как давление... Мне ты вроде говорил, да, что типа нереально, он же непрочный. Ну выглядит красиво, конечно. Еще все такое резное. Они считают, знаешь, в белых одеждах, на шоколаде, типа, жопа нормальная, чистая. И похоже, что это не шоколад становится, да? Чистая. ...вышению самых нижних слоев шоколадной кладки и, как следствие, разрушение всей конструкции дворца. Определенно так и поступают шпионы. Передавать украденные данные прямо за забором, откуда они были. Ахаха, мне страшно. Секретный рецепт вот такими большими буквами, чтобы никто не догадался. Просто конспирация. Спать на чердаке зимой с дрявой крышей. А родители точно любят Чарли. Архитектура домов в Дюссельдорфе не что иное, как баварская. Помимо этого, в окрестностях Дюссельдорфа нет никаких гор. На заднем плане положение сарделек в руках мясника меняется между кадрами. На фабрике золотые билеты укладывались на заднюю часть шоколадки. Но все герои находят билеты на лицевой стороне. Что-то переложил. Это аумполом поперекладывали там, наверное, потом тихоря. Перетряхивали. Чарли ломается пополам. Когда отец кусает шоколадку, долька снова целая. В начале фильма дверь дома довольно сильно наклонена вправо. Ищи меня как-нибудь там живой, когда не развалилась здесь убор. Ну да, она сплят держится. Ты слышал? Мальчик из России нашел последний золотой билет. Бессовестные люди. Даже в детской сказке Голливуд не упускает возможности выставить Россию в дол... Ох, еще эти злеи русские. Знаешь, это вот все. Да ладно. Это же золотой билет. Слушай, я куплю его у тебя. Я дам тебе 50 долларов и новый велосипед. Что за чушь? Я готова дать ему 500 долларов за билет. Если события разворачиваешься... Соглашайся, ты шок. Семья аж бедная. Сразу был взял. В Великобритании. Почему тогда местные жители предлагают за золотой билет доллары, а не фунты? А, да. Герои стоят перед фабрикой, прямо на их ноги падает солнечный свет. В следующем кадре они все в тени. Майки Ти Ви разломил тыкву на три равные части. Через секунду тыква поломана на мелкие кусочки. У миссис Пайл... Умпа ломпы разломали за кадром. Или нам не показывали подробностей, он доламывал. Да, решили вырезать, что было скучно. Магия отбеливатель. Магия отбеливатель. Да, кстати. Уже пробовал. Откуда он знает язык жестов этого племени? Чтобы так разрывать трубу от давления, маловато, чтобы какой-то толстячок закупорил трубу своим телом. Помимо этого, шоколад должен поддаваться под ног. А может он маленький, а может он очень тяжелый. Они похожи на шоколад, слишком жидкая жидкость. Жидкая жидкость, да. Похоже на канализационную трубу. Он позволила бы Августинцу пройти в шоколадоприемник. И как Августинц, находясь столько времени в емкости полной жидкого шоколада, не захлебнулся в ней, пока его искала мать и один из Умпа. Он его кушал. Ну типа еще потому, что они решили, что в детских фильмах, наверное, так делать будет слишком жестко, да? Да. Когда Вилли Вонга погулял... Он, в принципе, такой жестковатый был, я когда смотрел. Ну да, и всех мучили этих детей. Мучают, они там раздаваются, еще куда-то. Вроде как бы сладости, конфетки хи-хи-ха-ха, их как-то там мучают. Ну чуть пугающе на самом деле было. Когда черпак в шоколадную речку, шоколад продолжает стекать тонкой струйкой. Через мгновение, когда он передает черпак Чарли, шоколад больше не стекает. Я не хочу иметь дочь чернику. Как она будет соревноваться? Зашибись, у нее посиневшая дочка размером самосвал. А она без малейшего страха и паники на лице плетет какую-то ересь про соревнования. Ну и таким образом показали просто, насколько мамки по боку на дочку, а и главное результаты, и как она будет выглядеть в обществе. Это такое специально... Гипертрофия. Как раздутую Виолетту, лицевая часть головы, то направлена в сторону вращения, то повернута вбок. Даже если предположить, что после того, как отец Вилли бросил все конфеты в огонь, и одна шоколадная конфетка в камине осталась целой, находясь рядом с огнем, она непременно должна была расплавиться. Вирука осталась... Какая-то, знаешь, непонятно какие-то добавки. Макс, там был не шоколад. Наверное, был не очень пральный. А во-вторых, смотри, какой огонь был. Тоже что-то за добавки такие были. Это пламя душ. Или как это называется? Царапины ногтями на синем фоне. На общем плане, нигде царапин не видно. Интересно, зачем папаша ждет, пока Вилли найдет ключ от калитки, если через нее можно запросто перелезть и за пару секунд... Долбек, по-моему, тоже это говорили. Под очередную песню «Умпа-лумпа» Вилли Вонга слегка пританцовывает. Смена плана, он стоит неподвижно. Мы ничего. Ну вот, приехали. Самый умный из всех присутствующих детей, можно сказать, вон деркинг, в угоду сюжета повел себя как недалекий глупец. Ему только что продемонстрировали, что объекты после телепортации уменьшаются в размерах в 10 раз. Но малолетний гений даже не задался вопросом, что то же самое может случиться и с ним. О, мой дорогой мальчик, я тебя поздравляю! От всей души ты выиграл совершенно заслуженно! Как мы знаем... Понятно, тут просто было на выживание. Это типа было... Как это... То есть в любом случае кто-нибудь, да, там... Там должен был победить... Это как типа остров, когда они выживали, тут тоже должны были все попасться в ловушки, типа, а самый такой не попавшийся, он типа выигрывает. Вилли Вонга при помощи данного конкурса решил найти себе честного и доброго преемника, которым как раз и оказался... Да, потому что остальные все читерили, типа, вот хотел полез шоколад тихо ли попробовать, получи там, распишись. Он был такой милашка. То есть Чарли победил просто методом исключения. Да. Под каждого трудного ребенка была заранее подготовлена своя проверка, которую каждый благополучно провалил. И получается, если бы на месте Чарли был любой другой избалованный сорванец, он также бы стал победителем. Потому как остался бы последним из пяти детей, что делает конкурс Вилли Вонга совершенно необъективным. Августус облизывает свою правую руку, на которой одета коричневая перчатка. Прошло всего три минуты, как Майка Ти Ви отправили в цех на растяжку, а тут он уже растянутый со всеми шагает к выходу. Быстро, однако. У взрослого Вилли Вонга глаза голубые, в детском возрасте темно-карие. В отражении очков Вонга сразу зачатывает. А может там просто освещение было такое? Может у него не чисто карие? Мне тоже кажется, что глаза очень карие. На самом деле у меня они такие серо-карие. А может они чем-то меняются со временем, нет? Не. Вообще не меняются? Это вот только у младенцев, сначала могут быть голубые, а потом поменять темнее. У отца Вилли имеется фотография сына более старшего возраста. Откуда она у него, если Вилли намного раньше убежал из дома, чем достиг такого возраста? Кто бы объяснил, почему отец Вилли с самого начала не признал своего сына, учитывая, что все время следил за его карьерой, собирая газетные вырезки? Ну да, это странно. Сколько грехов? 42. Так, неожиданно закончила? Ну да, потому что, видимо, это старый ролик. Старый ролик. Но тут, видишь, не зато вопросы по логике. Ну, хоть чуть-чуть есть по логике. Здесь конкретно именно ляпы. Нет, есть еще вопросы по логике тоже, но больше именно ляпов. На самом деле такая прям тоже доскональная работа. Я всегда вот думаю, как вот кинообзорщики, вот как Долбек, как Кинокос, кто-то там остальные тоже. А ты сколько раз нужно раз фильм посмотреть, чтобы заметить, что там баночка в другом месте стоит? Они все равно не замечаются это все. Но все равно, мне кажется, еще больше ляпов. Да, ляпов еще больше. Или целой командой смотреть, что, знаешь, один одно заметит, бывает такое восприятие, да, другое другое, а кто-то другой пропустит. И поэтому, блин, это на самом деле очень интересно. Просто я реально не понимаю, сколько надо раз смотреть фильм. Ну, пару раз надо, точно. Пару под любому. В общем, большое спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось, то можете поставить лайк. И пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим? А может лучше это? Сложный выбор.